Гамма-лучи, открытые французским физиком Полем Вилларом в 1900 году, в 21 веке используются очень широко. В астрономии, медицине и даже пищевой промышленности. Например, для увеличения срока хранения консервированных продуктов. А еще изучая свойства этих лучей, можно приблизиться к созданию сверхмощных квантовых компьютеров, которые во много раз превзойдут существующие сегодня вычислительные машины. Это нам возможность даст не только быстрый учет, но обычно это в компьютерах считается последовательной операцией за операцией. А вот когда есть квантовый компьютер, это будут некие параллельные вычисления. Конечно, это довольно большая задача. Многие фирмы работают над этим. Естественно, каждый пытается внести некоторую долю. Свою лепту пытаются внести и исследователи Казанского федерального университета. Совместно с коллегами из Техаса и Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде, они научились управлять высокочастотным гамма-излучением с помощью ультразвука. По сути, это позволило делать материал, в данном случае железо, прозрачным для гамма-лучей, когда это необходимо. Результаты опыта ученых представлены в журнале Physical Review Letters. Редакция отметила их исследование как наиболее значимое. По словам авторов экспериментов, эффект может оказаться полезным для управления генерируемым излучением на современных источниках, а также создание квантовых вычислительных устройств, ведь подобные эксперименты можно будет проводить с любыми электромагнитными волнами. Камиль Гимаздинов, Фарид Захитуглы, Универньюз.